приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала многие действующие российские следственные изоляторы располагаются в исторических зданиях возведенных в девятнадцатом восемнадцатом и даже семнадцатом веках в этом видео мы расскажем вам о старейших функционирующих по сей день тюрьмах россии самая знаменитая питерская тюрьма кресты построена в 1892 году на месте старой исправительной тюрьмы форме двух пятиэтажных крестообразных корпусов с одиночными камерами для особо опасных государственных преступников в настоящее время следственный изолятор с 2007 по 2015 год в колпино были возведены новые корпуса на 4000 мест куда планируется перевести учреждения в этой тюрьме в свое время находились великий князь николай михайлович министр председателя временного правительства александр керенский один из организаторов октябрьской революции создателей красной армии лев троцкий писатель даниил хармс историк лев гумилёв и поэт иосиф бродский верхнеудинская тюрьма была построена в 1886 году изначально называлась верхнеудинской тюремный замок для особо опасных преступников во время репрессий 1930-х годов была главной пересыльной тюрьмой южлага а позднее функционировала как распределительный пункт для японских военно-пленных с 1964 года следственный изолятор наиболее известны и и заключенные это пленные генералы японской квантунской армии и отец политика ирины хакомады муцу хакомада который в 1945 году был призван в квантунскую армию а через два месяца будучи на фронте сдался в плен лефортовская тюрьма была возведена в 1881 году по проекту архитектора козлова первоначально в ней содержались нижние чины осужденные на небольшие сроки по данным за 1920 год тюрьма именовалась московская лефортовская тюрьма распределитель с 1924 года она была превращена в изолятор специального назначения в нем содержались в основном осужденные на 10 лет строго изоляции примененный к ним замен расстрела в 1930 году тюрьма была превращена в исправительно трудовую колонию а в 1935 тюрьму для последственных и в 1936 году была передана в управление нквд во время большого террора тюрьма широко использовалась нквд как место пыток при проведении допросов с 1954 по 1991 год тюрьма являлась следственным изолятором кгб ссср в ней содержались во время следствия многие известные советские диссиденты с 1992 по 2005 лефортовская тюрьма следственный изолятор мб рф фск фсб в 2005 году тюрьма была передана под управление министерства юстиции закон запрещающий фсб иметь собственные изоляторы вступил в силу в апреле 2006 года наиболее известные заключенные этой тюрьмы это писатели александр солженицын и эдуард лимонов задержанный по обвинению в хулиганстве нарушение авиационного законодательства и незаконном пересечении советской границы немецкий пилот-любитель матиас руст 87 году приземлившийся на красной площади в москве лидер чеченских боевиков салман радуев советский диссидент валерия новодворская и полковник гру владимир квачков енисейская тюрьма была построена в 1865 году на замену прежней тюрьме находившийся в другой части города на месте острога который в свою очередь появился в енисейске еще в 1647 году начиная с последней трети 19 века значительную часть заключенных составляли политические советское время тюрьма имела статус исполнительный в тюрьме приводились в исполнение смертные приговоры сегодня старый корпус функционирует в режиме сизо новый тюрьма особого режима для особо опасных рецидивистов и экстремистов наиболее известные ее заключенные это террориста сэр григорий гершуни иосиф сталин иркутская тюрьма была основана в 1861 году до 1900 года единственное каменное здание в рабочем предместье города из-за цвета стен в народе ее называли белый лебедь не путать колония для пожизненно осужденных соликамске было одной из самых перенаселенных в российской империи в здании рассчитанном на 400 арестантов в начале двадцатого века содержалось до 2000 человек основную массу заключенных составляли осужденные за убийство в этой тюрьме находился в заключении один из лидеров белого движения адмирал александр колчак чисто польская тюрьма была построена в 1865 году как пересыльная после октябрьской революции 1917 года перешла под управление нквд в тюрьме содержались иностранцы и особо опасные политические преступники перед олимпиадой 1980 года сюда была переведена значительная часть заключенных из городов золотого кольца россии с 2005 следственный изолятор кашинская тюрьма была построена в 1855 году на месте пришедший в негодность деревянной тюрьмы существовавший с момента возникновения города кашинская тюрьма всегда отличалась строгими условиями с 1953 по 1961 год в этом сизу отбывали наказание осужденных 25 годам лишения свободы сегодня используется как следственный изолятор в этом сизу содержали члены гкчп по обвинению в организации августовского путча который проходил с 18 по 21 августа 1991 года красноярская тюрьма была основана в 1850 году из-за цвета стен каменное здание тюремного замка также как иркутская тюрьма и многие другие получила прозвище белый лебедь опять же не стоит путать ее со знаменитой колонии для пожизненно осужденных которая находится в городе соликамске пермского края пересыльная тюрьма несколько раз расширялась и перестраивалась семидесятых годах двадцатого века превращена в следственный изолятор с 2006 года в строй введен новый корпус в 2015 изолятор победил на конкурсе в син на лучшее исправительное заведение россии наиболее известные заключенные красноярской тюрьмы это иосиф сталин его соратник и один из руководителей октябрьской революции яков свердлов актер театра и кино георгий жжонов поэтессы и художница ариадна эфрон находившаяся там по обвинению в шпионаже и известный телеведущий александр масляков который находился в этой тюрьме под следствием по делу о валютных махинациях здание арестантской роты одной из старейших в городе орле год его постройки 1840 в 1908 году на его базе была построена одна из крупнейших каторжных тюрем царской россии которая сразу стала отличаться очень жесткими условиями содержание заключенных в годы великой отечественной войны немцы превратили орловскую тюрьму в концлагерь для партизан сегодня это областной следственный изолятор и тюремный госпиталь для больных туберкулезом наиболее известные заключенные орловского централа это революционеры филик дзержинский и григорий котовский тюремный замок екатеринбурга был возведен в 1830 году по проекту зодчего михаила малахова советское время одна из четырех исполнительных тюрем с камерами смертников и местом для расстрелов с 1945 по 1954 год в нескольких одиночных камерах содержались нацистские преступники наиболее известные заключенные екатеринбургского централа это революционер яков свердлов и личный адъютант гитлера отто гюнши минусинская тюрьма одно из старейших и крупнейших пенитенциарных учреждений сибири построена в 1823 году как перевалочная тюрьма для осужденных на ссылку каменный корпус достроен в 1912 году советское время тюрьма стала исполнительной на территории тюрьмы приводились в исполнение смертные приговоры в настоящее время здесь отбывают наказание лица совершившие особо тяжкие преступления и теракты рецидивисты а также лидеры преступных сообществ наиболее известные заключенные минусинской тюрьмы это декабристы василий давыдов николай и павел бобрищевы пушкины и революционер юлий мартов ярославская тюрьма была возведена в 1810 году коровинской слободе по предложению ярославского генерал-губернатора алексея мельгунова служила пересыльным пунктом для арестантов этапируемых в сибири после революции в коровниках содержались участники христианских восстаний контрреволюционеры иерархи русской православной церкви с 1964 года областной следственный изолятор наиболее известные заключенные ярославского централа это бывший военный министр временного правительства александр верховский чекист вячеслав минжинский и гражданская жена адмирала колчака анна темирёва и историческое здание цивильской тюрьмы построена в 1809 году на месте деревянной тюрьмы входивший в состав военной крепости согласно местной легенде когда екатерина вторая проезжала из чебоксар в казань через цивильск в ее карету бросил камень мальчишка императрица распорядилась найти хулиганы и посадить в тюрьму так мальчик стал самым молодым арестантом сегодня исправительное учреждение сизу и две колонии фактически являются для цивильско-града образующими псковский тюремный замок построен в 1805 году по типовому проекту казенного здания авторство архитектора адриана захарова на месте деревянного острога был расширен в 1869 году и надстроен в 1888 режим содержания был довольно жестким арестантам запрещалось иметь в камерах чернила карандаши и бумагу в настоящее время как и значительная часть подобных учреждений это следственный изолятор старая скользкая тюрьма размещается в возведенном в 1795 году по указу императрицы екатерины второй здание присутственных мест одно из старейших каменных построек города первоначально там располагалась городская казна караул с арестантскими камерами винные склады земский суд архив и квартира городничьего здание много раз перестраивалась 1862 году целиком отдано под тюрьму в 1967 году преобразована в следственный изолятор здание владимирского централа построена по указу императрицы екатерины второй как работный дом для мелких воришек в 1783 году 1906 году стала централом особо укрепленным местом лишения свободы суровым внутренним распорядком 50-х годах 20 века в одиночных камерах сидели так называемые безымянные заключенные содержавшиеся под номерами это родственники иосифа сталина и бывшие руководители стран балтии в настоящее время владимирский централ это тюрьма строгого режима наиболее известные ее заключенные это революционер михаил фрунзе сын иосифа сталина василий американский летчик фрэнсис гарри пауэрс который был приговорен советским судом за шпионаж к десяти годам лишения свободы но через полтора года был обменен на советского разведчика рудольфа абеля разоблаченного в сша венгерский государственный и политический деятель и руководитель венгерской народной республики с 1965 по 1988 я наш кадр и диссидент владимир буковский бутырский тюремный замок был возведен в 1771 году по проекту архитектора матвея казакова на месте солдатского замка острога использовалась как центральная тюрьма москвы и как крупнейший в российской империи пересыльный пункт в 1908 году знаменитый иллюзионист гарри гудини выступал в бутырке за 28 минут он выбрался из транспортного ящика для заключенных в декабре 2018 года в интервью газете московский комсомолец заместитель федеральной службы исполнения наказания россии валерий максименко сообщила принятом решении закрыть сезон номер два бутырка и сезон номер три пресня однако на момент выхода этого видео бутырка все еще функционирует здание тюрьмы числится в списке охраняемых государством памятников истории и архитектуры наиболее известные заключенные бутырки это предводитель крестьянской войны с 1773 по 1775 год емельян пугачёв который содержался в подвале сохранившийся на территории современной тюрьмы башни ныне носящие его имя поэт владимир маяковский революционер фелик зержинский революционер анархист не стар махно поэт осип мандельштам конструктор сергей королев писатели варлам шаламов и александр солженицын и основателям мм сергей мавроди белевский тюремный замок построен в 1768 году на месте городской крепости заложенной в 16 веке толщина стен камер достигает 1 метра по легенде арестанты однажды спасли город при пожаре выбрались из камер взломали горящий пороховой склад и спустили бочки с порохом в реку аку во время репрессий тридцатых годов двадцатого века в тюрьме содержались священнослужители русской православной церкви здание богатяновской тюрьмы построена в 1768 году по приказу императрицы екатерины второй форме буквы е на момент возведения было одной из самых современных тюрем россии тюрьма была перестроена в 1943 году после освобождения города от нацистских захватчиков советской уголовной среде эта тюрьма считалась одной из самых строгих и жестких наиболее известные и заключенные это серийный убийца андрей чикатило и командовавший 160 гвардейским танковым полком принимавшим участие во второй чеченской войне полковник юрий буданов дошедший до наших дней режимный корпус чебоксарской тюрьмы был возведен в 1648 году на месте сгоревшего деревянного острога построенного по личному указу царя ивана грозного существует городская легенда о том что от стен учреждения якобы идет подземный ход засыпанный в двадцатом веке однако случаев удачного побега из этой тюрьмы неизвестно по легенде в этой тюрьме содержались братья степаны фролразины предводители восстания 1670 1671 годов крупнейшего в истории до петровской россии это был канал все тюрьме ставьте лайк подписывайтесь на канал удачи вам